Киевлянка Ирина Монастырная, она слева на снимке, уехала в Америку в 2002 году, выиграв в лотерее грин-карту. Звонила из Нью-Йорка регулярно, говорит отец Николай Монастырный. Последний раз вышла на связь с родителями 22 марта 2005, свой 25-й день рождения. Позвонила она и сказала, что она поменчалась в церкви, вот, венчал ее пастыр чернокожий. Жених Вадим из России приехал в Америку на год раньше Ирины. Все остальное дочка обещала сообщить потом. С тех пор о ней нет никаких известий. Родители писали письма в МВД и МИД Украины безрезультатно. Я просил их, пошлите, попросите органы, полицию, американскую, чтобы они помогли в розыске, что вы в Украине ищете. Через 4 года после исчезновения Ирины умерла ее мать, не выдержала сердце. Отец добился туристической визы в Америку. В 2014-м в Нью-Йоркском консульстве Украины ему сказали, что Ирина к ним не обращалась. Монастырный пошел в полицию. Пусть украинская полиция обратилась к американской. Тогда мы будем искать. А так, говорит, если бы она уже была гражданка Америки, то мы бы ее искали. Николай вернулся домой добиваться запроса от украинской полиции. Вот одно из писем, датировано 20-м годом. А потом началась война. Через каждый час там эти сирены в это, что надо там прятаться в бомбоубежище, я это, честно говоря, не сильно в это, вот, как говорится, помолился и лягаю спать. Но мысль о том, что дочка все еще жива и где-то там, в Нью-Йорке, взяла вверх над отчаянием и опустошенностью. В сентябре 2022-го монастырный решил, пока не истекла туристическая виза, добиться хоть какого-то ответа от американской полиции. Денег хватило только на билет в одну сторону. Николая Александровича приютили в первой украинской пятидесятнической церкви в Манхэттене. Журналист Марина Соколовская 10 лет на собственном энтузиазме ищет в Нью-Йорке пропавших без вести. Только в 2021 году таких было 13 тысяч. Большинство найдены, но судьба сотен по-прежнему остается неизвестной. А в целом США, по данным портала NameUS, каждый год исчезает более 600 тысяч человек. Одна из причин проста – люди больше не желают поддерживать связи с родственниками. Но она обиделась на родителей. Но она вот что-то. Да нет. Но ведь она перестала звонить не только родителям. У нее ведь и двоюродные сестры, и кого только нет. То есть родственников – это же не только родители. Родственников-то у нее полно было. И друзей. Она пропала для всех. Это всегда происходит постепенно. Отторжение от родителей происходит постепенно, если есть какая-то обида. Попадание в секту и там изменение твоего сознания происходит постепенно. По словам Марины, в мэрии Нью-Йорка записи о браке нет. Нет. Права Ирина не получала ни в самом штате Нью-Йорк, ни в трех соседних. Полиция ее не задерживала, жертвой преступления не была. Это все, что удалось выяснить на основании журналистских запросов. Я купила сама на свои деньги набор и отправила ДНК с тем, чтобы, если это ДНК есть в системе, по разным причинам оно туда может попасть, чтобы посмотреть, есть ли его ДНК в системе. Если вдруг где-то ее ДНК в каком-то виде было, и это ДНК получила там ФБР или полиция, эти ДНК совпадут в базе. Но совпадений не оказалось. Это значит, что среди живых жертв преступлений или подозреваемых в их совершении нет ни самой Ирины, ни ее возможных детей. У нас была такая история. Здесь человек прожил четыре года в коме. Четырех человек мы нашли тех, кто был записан как неопознанный, хотя при них были документы. И поэтому они оказались в братской могиле как неопознанные. Вот четыре человека, я нашла гораздо больше. Четыре человека я вытащила из этой братской могилы, мы их сгумировали, отправили родственникам, похоронили. Николай Монастырный уверен, что дочка жива, и что до истечения американской визы осталось примерно два месяца, он ее все равно найдет. Гарри Книгмитский, Майкл Экклс. Настоящее время Америка. Нью-Йорк.